Сейчас происходит в Донецке, мы поговорим с главой Верховного Совета Донецкой Республики Денисом Пушилиным. Здравствуйте, Денис Владимирович, из Донецка приходит противоречивая информация, что же происходит в городе? Добрый вечер, действительно информация противоречивая достаточно много, заметили мы уже и провокативный характер некоторой подаваемой информации, для нагнетения, то есть больше какой-то паники, но действительно выстрелы продолжаются, действительно жертвы есть, точное количество сказать по КМС трудно, потому что информация действительно противоречивая, не хотим уподобляться украинским средствам массовой информации, которые подают непроверенно, скажем, как только будут цифры, мы, естественно, сразу сообщим. Одно могу сказать, что по последним данным два вертолета было сбито противника, по непосредственному сейчас, значит, само здание аэропорта, насколько, по последней информации обратно же, перешло под наш контроль, но это не значит, что уже полностью там, как бы, достигли какого-то конечного результата, потому что бойцы Национальной гвардии, то есть, сосредоточены на взлетной полосе. Скажите, в чем была цель ополченцев, когда они прибыли в аэропорт города Донецка? На самом деле, основная цель, то есть, аэропорт уже все меньше стал использоваться для гражданской авиации, а больше использовался для доставки весьма странных грузов, для доставки десанта, то есть, это то ли это, ну, то есть, для, скажем так, наемников, там, для Национальной гвардии, как угодно, то есть, и в связи с этим было принято решение блокировать, в ответ пошла уже авиация, пошли вертолеты, то есть, то, что мы наблюдаем фактически целый день, вдаваться, естественно, не намерены, и, естественно, пойдем до победы. Вот только что я спрашивал нашего корреспондента в Славянске о том, изменилась ли тактика украинской армии и так называемой Национальной гвардии по отношению к ополчению, к Донецкой Народной Республике. Подобный вопрос адресую к вам, ведь буквально некоторое время назад Петр Порошенко заявил, что антитеррористическая операция, так он ее называет, будет продолжаться на Украине несколько часов, часы, а не дни и не месяцы. Ну, судя по сетях обращений, его уже прошло несколько часов, ну, то есть уже и новая власть, пусть еще пока и не прошла инаугурация, но она уже опять врет, скажем так, ну, или скажем так. Для чего это делается? Мы уже, в принципе, можем сделать свои выводы, да, то, что опять никакого диалога не может состояться, потому что опять, если они будут что-то обещать, подписывать и не выполнять, то, к сожалению, к чему хорошему это не приведет. Мы рассматриваем вот эти действия, которые сегодня происходили, то есть не изменением даже какой-то тактики, а это, наверное, последняя агония, потому что четко есть понимание, что выборы с одной стороны прошли, с другой стороны, то есть использовались, если даже фотоматериалы с нашего референдума, который проходил здесь, для того, чтобы показать, что была такая большая явка каких-то там, то есть в Киеве, то есть и есть там фото доказательства, скажем так. Продолжается ли акция, к которой несколько дней назад призвал Ренат Ахметов? Гудят в полдень машины в Донецке и заводы? Нет, абсолютно нет, такого нет. И в тот день, в первый, то есть из всего выполненного была, наверное, была только сирена, то есть то, что можно было сделать, механически нажать кнопку. Из-за обещанного там чуть ли не миллионного митинга, то есть удалось собрать на стадионе Донбасс-арена, там, не знаю, там 300 болельщиков, да, которым раздали символику, не более того. На следующий день вообще даже не было намека, что что-то будет происходить. Днем в эфире нашего канала вы сказали, что ДНР не мыслит себя в составе Украины, и что переговоры с Петром Порошенко вы готовы вести только о выводе войск и об обмене заложниками. Есть ли уже какая-то реакция Киева на ваше заявление, и все же, когда состоятся хотя бы эти переговоры? Реакции Киева на данный момент нет вообще никакой, и пока мы от них видим только вот авиаудары, скажем так. Спасибо вам большое. На прямой связи с нашей студией был глава Верховного Совета ДНР Денис Пушилин. Продолжение следует...